Теперь возникает проблема, что у нас есть четыре таблища. Конечно, хорошо бы тоже, что первый человек такое сказал, а после этого второй, третий и четвертый смогли бы назвать цвета своих шапок. Он может сказать синий, если у всех... Он может закодировать, как бы первый видит цвета трех шапок, и он может закодировать как бы один вид информации, какую-то вот. Он может закодировать красный и синий. А он может сказать... Что, у вас есть предложение какое-то? Или вы просто заключаете вслуху? У меня есть предложение. Он может сказать красный, если у двух, например, четвертого и третьего, одинаковый цвет шапки, и у второго другой цвет. И, например... Чего-то я не понял. Он должен почему-то сказать, да, красный и синий, естественно, чего-то, да. Первый говорит, если красный больше перед него, то он говорит красный, а если синий больше, то синий. А первый говорит, значит, зрители двух из трех человек, естественно, сколько-то синий и сколько-то красный. Он называет цвет большинства. И что? Т.е. 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 То есть, если он видит синий, то он понимает, что он красный. А вдруг он видит только красный? Либо синий, либо красный. Значит, он не знает. Этот уже мог ошибиться, в принципе. И второй тоже мог ошибиться. То есть, если первый, что бы он ни сказал, он всегда есть возможность ошибки. Поэтому у остальных уже должно быть какое-то... Остальные почему-то так, когда нужны эти информации, черные свечи. Он должен сказать цвет меньшинства. А какая разница цвет меньшинства и цвет большинства? А такая. Например, в нашем случае, когда цвет меньшинства, например, два красных и один синий будет. Простой вещь. Цвет меньшинства, знать цвет меньшинства, это то же самое, что цвет большинства. Если меньшинство красное... Нет. А если все красные, то... А цвет меньшинства и цвет меньшинства, это просто противоположные цвета. А если просто все красные, то как? Цвет меньшинства, как бы, синий иногда. Но тогда они не будут, значит, только... Нет, это ничем... Это мы уже разбирали. Цвет большинства, нам не поможет, но и цвет меньшинства, это даже информация. Просто противоположные синий, ну, противоположные категории этого. Но и существу мы знаем, что же самое. Что же делать? Но вы же знаете, что-то интересное. Если уж вы... Нет, а мы можем, на самом деле, вот как сделать. Мы же знаем, какие у нас вообще варианты. Вот ребята, если подумать, сколько у нас вариантов? Восемь штук, правда? Да. И дальше, смотрите. Какие варианты нам надо отделить? Вот объясняю. Второй что видит? Второй видит третий. Третий и четвертый. Значит, нам надо, чтобы вариант, скажем там, красный, синий, синий и вариант синий, 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 были бы отделены. Понятная идея? Да. Вот, на самом деле, у этой задачи, фактически, есть единственное, ну, точнее, две разные инструкции для первого человека. И это можно, что называется, исследовать, осознать. Вот, реально, восемь вариантов, их можно выписать парами. Ну, давайте, что мы сейчас? Смотрите. Есть восемь вариантов. Надо продикнуть. Красный, красный, красный. Какие еще? Красный, красный, красный. Нет. И напротив него вариант красный, красный, синий. Парный ему вариант. В этих случаях, первый человек должен сказать... Подождите, подождите. Парный, по какому цвету? Вот этот первый человек, видя красный, 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 должен сказать не то... Ну, не надо решить, что он, на общем, философия. Нет, не философией. Мы бы сказала написать в отдельном порядке парами. Второй – красный, красный, синий. Ну, послед ней мы не пишем. Последняя мы не пишем, потому что мы вообще ничего о нем не знаем Вам о нем вообще ничего не знаем. Второй – красный, красный, синий. Да. Вот это первая пара. Да. Вторая – вторая или Templar? Это красный-синий-красный. Да-да-да, вот так. Красный-синий-красный и красный-синий-синий. Пожалуйста, вторая глава. И вот эти два варианта, третий и четвертый, тоже, ну, на них надо сказать разные тексты. Почему? Потому что если вы скажете одно и то же, если первый человек, видя перед собой красный-синий-красный, или красный-синий-синий, скажет одно и то же, то тогда у второго не будет информации. Хорошо. Народ что-нибудь понял из этих объяснений? Какие будут следующие пары? Скажите, где следующие пары? Синий-синий-красный-красный. Синий-красный-красный. И пары как в полу? Синий-красный-синий. Синий-красный-синий. Ну, ладно. Это последний. Синий-синий-красный. Синий-синий-красный и синий-синий-синий. Хорошо. Разделили на пару. И чего нам это деление дает? То, что знает синий или красный, он точно знает свой цвет. Кто он? Второй. Второй. Второй должен узнать свой цвет? Первый должен сказать, который неизвестный. Первый должен сказать так, чтобы он видит либо другую. Первый, на самом деле, видит либо все комбинации. Если он видит либо первую, либо вторую, он будет сказать какой цвет, который бы их различал. То есть дал бы красную информацию. То есть в чем проблема? Второй в этот момент должен сказать, будет сказать, какая у него шапка. Да. При этом второй увидит либо две красные шапки, либо красную и синюю, либо синий-красный, либо синюю-синий. То есть у второго есть надежда отличить этот вариант от этого, а остальное должен красный. И это не только красный. И это не только красный. Следует ли единственное, что ему может помочь в этом деле. А, это то, что все... Он первый скажет, что разные цвета красного и синюю. Значит, первый должен в этих двух случаях сказать разное. Потому что иначе второй не сможет ничего определить. Например, первый говорит, что красный есть, но второго и третьего одинаковые шапки. Так же, как есть и синюю, и несколько разное. Хорошо. Вариант такой. Цвет большинства отменяется. А вместо этого он говорит, что первый называет цвет, ну, более-менее просто, сообщает одинаковые или у второго и третьего. Да? Ну да. Теперь. После этого второго можно делать? У второго понимаем, какой у него цвет, потому что видит шапку. Как он ответил, и знает одинаково. То есть второй называет свой цвет. И третий называет свой цвет. И третий называет свой цвет. И это все замечательно. Мы только читаем три, у него нет никакой информации, потому что ему никто ничего не сказал. И он цвет своей шапки не видел. И что же ему к верному в этот момент делать? То есть мы как бы использовали лечение для четырех, и второе и третье все правильно сказали, но четвертое сложное положение, и опять, опять же, это все беда, что я раньше. Что же нам делать? Надо как-то более хитрадически. Кто вам надо сказать, какой цвет у третьего и четвертого? Ну и второе. Вместо того, чтобы называть свой цвет, может сообщить одинаково, закодировать цвет. Да-да нет, он узнал свой цвет? Да. Он не может сказать... Разочни все, кроме цвета. Он узнал свой цвет. Ничего? Как он узнал свой цвет? Нет, если первый сообщил одинаково или второй и третий, то второй знает свой цвет. Да. Он может сказать цвета в уми. Вопрос в том, что он должен называть свой цвет, а не должен называть свой цвет. Понимаете, там у Кузоровской дилемма. Либо воспользоваться информацией, поступившую от первого, либо сообщить полезную информацию третьего и четвертого. Но он не может золотой или обои сразу, потому что это разные цвета. То есть он может либо пожертвовать собой виновалище, либо воспользоваться пожертвованием. Ну да, он не может золотой. Но он может золотой. То есть он должен знать, что его он должен заходить. Но они также управляются в этой ситуации. И вот за то, что, я думаю, важно, что он должен решил Непонятно? Не так? Это не так? Какой бы вы делаете? Тоже не так? Да. Ещё не так? Может, можно разговаривать? Да? Чего-то не может. Я не знаю, что они не cumplят. Конечно, они не выполнять. Мы решили. Мы начали миллиону. Ну да, хорошие. Мы начали. В то время при поступлении в ВУЗ были вступительные экзамены, это было таким серьезным делом, может зависеть от того, что поступит или нет, и тогда вопрос все это занесет. Мой приятель, который сейчас тоже французский, работает во Франции, еще когда поступали в университет, он сказал, что он увидел сон. А сон был такой, что он приходит на экзамен в математике, не знает, что он там спрашивает, и потом он приходит и спрашивает, а вы писаете ли вы журнал «Кванты»? А мой товарищ, значит, с ней мы отвечаем, что хорошо, я буду думать над вашим вопросом. Тут преподаватель говорит, а что тут думает, вы писаете или не писаете? А на что мой товарищ ему говорит? А вот в пособии, приступающем в Трофеево, Потапово и Озово, написано, что даже если вопрос экзаменат на гражданство простым религием, не торопитесь с этим, лучше подумать. Так что тут лучше подумать. Что же такое сказать первое, второе, третье и четверое молоко? Все они после этого получили какую-то такую магическую информацию и смогли бы назвать цвета своих шагов. Первый должен выдать какой-то секрет. Какой секрет надо? Он может сказать, например, синий, когда второе и четверое цвета шагов совпадают. А первый сообщает одинаковые цвета шагов у второго и четвертого. Да. Тогда второй... Может он знает, какой цвет у него? Тогда второй называет цвет свой цвет. Потому что он смотрит на четвертого и знает одинаково. Очень хорошо. А как быть с третьим? После этого он в статье четвертый сможет назвать свой цвет, потому что он знает, какой цвет у второго он совершен. А как быть с третьим? Полезной информации, вроде они даже сообщить не могут. То есть вся информация по видео он должен быть. Это первое сообщение сообщено. Но только надо понять, какая она должна быть информация. То есть первые двумы сразу помочь троим. Каким домистическим способом помочь троим. Но он, впрочем, двум помочь можно, сказав одинаковым с этой или разной. А вот как его помочь троим? Какой цвет, если бы в сейху нет одинаковые цвета? То есть первое сообщение, допустим, в серии, в серии или их правители, целые. ВYouTube – физика. Верно заканчивание. Что арбиях вы meals всех? Будет несколько парфейцев. Поставь мне с радостью. Спасибо. В социальныхíferos. А будем я заживаться такие, к примеру, полученных Если он сообщает в серии 24 класса, он в этом случае сообщит все красные и все красные. А нет, все красные и не все красные. Это на кожу будет выключить. В этом случае он сообщит, что не все красные и не все красные. Соответственно, второй ничего не сможет выключить. То есть, в чем состояло мудрое учение, которое мы уже вроде бы осознаем? Что инструкции для первого должны быть такие, что в этих случаях он говорил разным. Потому что, если он скажет одинаковым, то он тем самым лишит второго товарища возможности. То есть, если он скажет два из них одинаковых, то другой из них одинаковых. То есть, у вас первый и второй сообщают какую-то информацию третью на четвертую? Нет. Или я не могу сказать? Вот смотрите. Первый говорит закодированное слово «синий». Которое означает что? Что все или второе и четвертый красные? Да. Нет. Что все одинаковые. Остальные. А. То есть, он сообщает все ли одинаковые? Да. Хорошо. Вот. Если он скажет, например, красный, то получится, что… Ну, не важно, что красный или синий, но важно, что он закодированное сообщение. Все ли одинаковые? Да. А если это одинаковые, то он в втором слове с подзакодированным сообщает, что… Подожди, он не может больше ничего сказать, да? А. Нет, 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 нет. Если бы он мог сказать целых два слова, он мог сказать одинаковые вторые и третьи, одинаковые, третьи и четвертые. И это было бы достаточно, чтобы он стоял еще все угадать. Но вся эта проблема в том, что, можно сказать, один вид информации, можно только различить два случая. Есть ли какая у вас сложная задача, что никто пока не догадался? Что же должен сообщить? Первое – какое-то такое мистическое слово. Непонятно. «Во всех этих четырех кругах сообщения должны быть разные». А я тоже придумал. Чего? Он закодирует то, что одним цветом со второго и третьего одинаковы, а другим цветом, то, что у третьего и четвертого одинаково. Подождите, мы не можем сказать, что я подниму красный или белый флот, но красный означает еще завтра холодно, а белый означает еще послезавтра холодно. Мы не можем договариваться, чтобы один символ, один цвет использовали для обозначения сразу двух вещей. Да нет, один цвет для обозначения того, что одинаковый красный, второй и третий. Другой цвет? А для обозначения третьего и четвертого? А допустим, одинаково все трое, тогда какой цвет обувь берет? А, пока... Нет, мы не можем этого сделать. Если бы мы могли отказаться называть свой цвет, это был бы еще способ сообщить какую-то полезную информацию. Но по правилам человеку не может вообще ничего не сказать. Нет, конечно, он не заинтересован. Он может там говорить шепотом, я это буду означать что-то, или там зелким голосом. А может случайно, ну, первый бы красный, а потом синий сказать? Нет. Первый может сказать цар. Тут честное правило нахирует, что каждый может назвать сообщить один бит. Всего есть два возможных сообщения, между ними можно выбрать одно. Он не может тайным образом передавать секретчикам. Это называется стегонография. Т.е. мы должны, когда мы говорим красный и синий, а когда синий и красный. В сущности, надо просто все эти разделить на четыре, разделить на группы. Т.е. мы должны, когда мы говорим красный и синий, а когда синий и красный. Мы знаем, что мы должны сказать что-то разное. Т.е. мы должны в какую-то группу здесь, в каждой группе какой-то один вид красный, в другой вид синий. Но только какой, как, и что? Если вы видите, что два красного покажутся, и если там видят власть, то какое из них зима? Т.е. надо решить, что он может, чтобы он здесь видит на теннике. В принципе, даже в твоей семье один красный. Один красный – это синий, два красных – это красный. И что бывает? Это не красный, это ноль красный. Договориться. Был план, что если два красных и один синий, то первый, допустим, должен говорить красный. А если один красный и два синих, то должен говорить синий. А если, соответственно, есть еще то, что вы не предусмотрите пока, то есть если ноль красных и три синих, то что надо предусмотреть? И наоборот, если три красных и ноль синих. То есть мы должны на эти случаи предусмотреть какие-то ответы тоже. Вопрос к этим, что вы предусмотрели? Раньше был вариант с большинством, что указано на цвет по большинству. То есть тогда нужно было здесь злить красный, а здесь синий. Но это вроде мы уже пробовали и не получили. Но можно сделать так, чтобы первый сказал одинаковый результат, а второй и третий. Первый говорит одинаково сообщает равные второй и третий. Ну да, второй и третий. И скажет цвет четвертого. Нет. Что значит? Он узнает, какой у него цвет и скажет цвет четвертого. Это два произвела несовместимых действий. Он может либо воспользоваться и сказать, какой у него цвет, он знает свой цвет. Либо если он ему уговорит, тогда четвертый не получает никакой информации. А если он говорит цвет четвертого, то он сам тогда, можно сказать, неправильно. Это та проблема, которая была, что даже если у него имеется гражданский долг, ну я так сказать, я могу либо передать пас, либо забить в голову, а я не могу сделать то или иругое сразу. Я могу либо сообщить четвертому, какой у него цвет, и тогда я рисую сам информацию. Либо, зная свой цвет, я могу его назвать, но тогда четвертому объявить какой-то полиселит.